Ария Ру, мой маленький любитель, покушайте, мы продолжаем приключения по миру ванильного Майнкрафта. Ура! Наконец-то мы все-таки решили собрать денег и открыть свой собственный сервер. Но это стоило нам больших усилий, средств и времени, и перенос мира на новый сервер потребал нам изрядно нервишек. Вся проблема была в том, что нам просто не удавалось перенести все очки вместе с нашими персонажами. Ну и как всегда впрочем, после танцев с бубном и еще парой шаманских манипуляций, решили послать все нах... И просто очистить логи персонажей, тем самым сделав так, чтобы на сервер пришли абсолютно новые персонажи. Соответственно и все наши ачивки сбросились. Благо мы еще не успели открыть те, которые потерять было бы жалко, но все равно неприятный осадочек остался. Слева вы можете видеть небольшую табличку с количеством персонажей, бывшими когда-либо на сервер, и их ачивка. Проявив немножечко сообразительности, можно сделать вывод, что теперь участников сервера чуть больше чем три. Как было раньше. Я, Илюша и мой ФК-аккаунт. Теперь же к нам присоединились два Илюшина друга, которые помогают нам с арендой. К сожалению или к счастью, их я не знаю. А в обществе незнакомых людей было всегда некомфортно. Поэтому решили развиваться отдельно, иногда устраивая кроссоверы. Как, например, было с елкой. Да-да-да-да, та серия была из будущего. Ну или из прошлого, или как... Ладно. В общем, у меня есть машина времени. Только ТССС. И зовут ее Великой Силой Монтажа. А некоторые еще спрашивают, зачем я записываю серию наперед. Пока я это все вам рассказываю, на фоне можно видеть, как строится ферма железа. Пока я все это вам рассказываю, на фоне можно видеть, как строится ферма железа. Это Илюшин проект. Но отказать в помощи я ему был не в силах. Надо было раскопать яму большую, где требовалось еще одни руки. Но я и помог. Забегая наперед, скажу, что вся эта ферма работать не будет. По нескольким причинам. В принципе, и устройство неплохое, да и логика понятна. Но! Есть но, которые все перекрывают. Например, то, что после постройки зомби так и норовели агриться не на жителей, а на игрока. Что провоцировало жителей не бояться, а големов не спавниться. Как можно помнить, Илюшин также занимался систематическим страхиванием жителей. Даже две фермы для этого построил, но ни одна из них функционировать нормально не могла. Первая из-за ромбоверной конструкции, которая хер знает вообще зачем нужна была. А вторая, а вторая, произведя на свет пару десятков жителей, тоже загнулась. Так как Илюша не умеет строить, а из еды мог предложить жителям только пшеницу. Нехватка жителей, которые то и дело умирали в ходе постройки, также говорила о том, что ферма эта устроена как-то неправильно. Ну и еще у него вечно какие-то проблемы возникали в ходе постройки. Я на это лишь мог смотреть и угорать, так как в этом вообще ничего не понимал. И сам бы построить подобную не смог, точно. Он просил, но я ей помогал. Выкопать что-то, сходить, ну, по мелочи. Помимо всего прочего, можно мягком было наблюдать, как дома для АФК рыбалки не стало. Просто в один из дней, когда зашел на сервер, была гроза. Ну, это механика. Ну, чем больше ты не спишь, чем чаще гроза, все логично. А при этом мой АФК аккаунт стоял там несколько дней. Ну и вот. Да. Вухажу я такой из ангара, а этот домик только... Ну, ухожу я такой из ангара, а от домика только угольки и остались. Видимо, строить его целиком из дерева было не самой лучшей моей идеей. И пришлось его снести под основание, чтобы оставшиеся блоки глаза не мозолили. Перестраивать его... Не хватает ни желания, ни возможности. Поскольку есть куча других проектов, которые мы и занимались. И когда занимаешься одним делом долго, и у тебя ничего не получается, тебя это все начинает изрядно бесить. Так и случилось с нашим Ильей и его фермой. Решив, что лучшая помощь это не мешать, я отправился на построку автофермы дерева. Ну как авто? Полуавто. В то время как Илюша решил снести старую и построить на ее месте более рабочий вариант фермы. На удивление, это казалось хорошей идеей. И эта ферма реально работала лучше. Я даже скажу, что эта ферма послужила нам еще много времени и очень хорошо справлялась со своей задачей. Я не вижу ни отсюда ни одного голема. Так они падают сразу. На, сын. Вон, вон, плавит. Да. Отринимательный. А вижу, один плавет. И сколько ты железа выиграл на этой ферме? В шесть. В стаках? Если просто блок, то лузер. Хуеть, твоя ферма работает. Медленно. У нее всего три стака железа. Она выигрыш не до бесконечности. Давай расширять ее до бесконечности. Кто тебе нужный? Такие же цены. Типа, в чанках разных. Там каждого сумма кушает. Ой, 16 блоку отступать. Почему на табличке написано D? Ну, ты знаешь, не ты ему. Так, узнал. Вредители. Эксперимент номер один. Тест на наличие первичных коровьих признаков. Первичные коровьи признаки не расположены. Объект на пшеницу не манится. Теста, раскучно, да? Честно. Как это понял. А как спуститься с железом? Сейчас все будет. Где будет железно? Все хуево не станет. Я уже брал. Своя фирма. Своя фирма сделала, что может исправиться. Сука, вместе строились. Вместе строил. Почему тебя голем в воде? Где? Там, там, там. Ты не мешаешься. Ты не говоришь, что мы с тобой два фото сделали. Где ты, блядь, сейчас? Ты серьезно? Бери ненормальности. Ай, пидарас. Нахуй я тут копал?